Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И сегодня я вам расскажу особенности выращивания низкорослых помидоров в открытом кронке и отвечу на самые часто задаваемые вопросы. Начнем мы с самого начала, то есть с посадки наших помидорчиков. Первый вопрос, который мне очень часто задают, можно ли так густо садить помидоры? Я раньше садила помидоры и показывала вам еще в 2015 году, первый раз стала снимать на расстоянии 40 см и в ряду они у меня, расстояние где-то 25 см между кустиками. Некоторые кусцы посажены по два и я их не разделяю, когда высаживаю именно в открытый грунт, именно низкорослые помидоры. В этом году в качестве эксперимента даже гуще посажены помидоры на расстоянии 35 см. С первого взгляда это очень густо. Но так густо, во всяком случае 40 см, садить можно и даже нужно. При такой посадке на ранней стадии очень легко первый раз зарыхлить, сравнять канавку, второй раз их немножечко подокучить, что дает образование большим корням и есть возможность ходить. Но дальше наши помидорчики очень быстро смыкаются кроной. Вы можете видеть, они почти фактически замкнулись. И выгода не только в том, что мы на маленькой плантации можем большое количество помидоров расположить, а еще самое главное в том, что при такой посадке они меньше болеют. То есть у них создается такой микроклимат, когда наши вредные бактерии, которые в неблагоприятных погодных условиях могут попасть на листики, не испаряются, не поднимаются. Даже если без мульчирования, то такая посадка сама по себе, она полезна. Она защищает наши помидоры. Так вот, густая посадка, один из главных залогов. Второй очень такой часто тоже задаваем вопрос, нужно ли поливать помидоры. Вообще, мне в этом году кто-то писал, помидоры не надо поливать. Помидоры поливать нужно. Нужно их поливать регулярно. Но это в том случае, если у вас не идут дожди. Если у вас раз в неделю идет хороший дождик, а бывает, все мы живем в разных зонах, а бывает и дожди идут и чаще, то в этом случае и в самом деле не нужно поливать. У нас раньше шли раз в неделю дожди, и мы не поливали помидоры. Но полив помидоров, в принципе, обязателен, когда наши плоды начинают завязывать. Вот сейчас помидорчик вот оцветает, и должны появиться первые завязи. В этом году все с запозданием, должны появиться первые завязи. В этот момент очень важен полив, чтобы помидор не сбросил эти цветочки. У нас вместе с теплом пришла африканская жара. Ну, это я говорю для тех, кто живет близко возле нас, тот поймет, потому что такую жару просто представить даже сложно. В этот момент надо поливать. И когда плоды наливаются. И второй момент, когда желательно не пропускать поливы, это когда наши плоды уже подросли, то есть последние уже начинают спеть, чтобы не растрескалась шкурочка у нежных, вкусных сортов, которые, ну, старых сортов, так скажем, не технических. Тогда, если мы не будем регулярный полив производить, то наши помидоры будем производить редко, боясь болезней, то наши помидоры просто растрескаются, и будут не очень и приглядными, и так далее. Мульчирование. Мульчировать надо всегда. Если есть возможность, надо мульчировать. То есть я тут еще не замульчировала. Вот здесь у меня грядочка высокорослых рядом. Мы их уже немножко замульчировали. Но сегодня речь не о высокорослых не идет. Мы говорим о выращивании низкорослых томатов. Надо ли подвязывать низкорослые томаты? Надо. Мы не всегда успеваем. Специально их так садим, чтобы один кутик возить другого, особенно мелкоплодные. Но практика показывает, что подвязанные томаты болеют намного меньше. То есть сейчас они хорошо стоят, друг дружку поддерживают, все замечательно. Потом, когда плоды навяжутся, они упадут. Упадут и откроют землю. Откроют эти места. К корням совершенно не нужен перегрев. Ну и естественно, испарение всяких бактерий. Но как нам еще защититься от болезней? То есть мы сказали, что все это надо делать регулярно. Ну чаще раз в неделю, конечно, ну именно с поливом не надо. Но у нас мы используем капельный полив. Очень удобно. Капельный полив хорошо пропитывает, постепенно, нормально, чаще, чем раз в неделю. Даже в большую жару, когда помидоры молодые, не надо. Если стоит просто 40-градусная, 50-градусная жара и уже плоды фактически поспевают, там можно сделать чаще полив, но чтобы не растрескались. Как защититься от болезней? Полностью защититься от болезней помидоров мы не можем. Потому что наши листья будут болеть в любом случае, и это абсолютно нормально для помидоров. Мы не должны этого пугаться, не пытаться их сохранить зелеными до морозов. Поэтому тут уж как повезет с погодой, но чтобы получить урожай, урожай, некрасивые листья нас не тревожат. Чтобы получить урожай, я пришла ко мнению, что обязательно надо использовать фунгицид на ранней стадии. Вот перед цветением я обязательно обкрыскиваю фунгицидом. Причем фунгицид это старалась брать системный. Раньше я много лет использовала квадрис, очень хорошо помогала, помидоры не болели. Дальше уже народные средства, сыворотка, ну и всякие народные средства. Сейчас мы их перечислять не будем. В этом году опрыскивали акробатом. Квадрис сильно подорожал. И мы в этом году акробатом обработали помидоры. Купили протон. Если погода будет неблагоприятная, можно второй раз опрыскивать. Но вот сейчас, пока они еще цветут. То есть вот на этой стадии профилактические обрызгивания они должны защитить. Потом, когда помидоры уже вяжутся, мы не опрыскиваем никакими химическими препаратами, чтобы не навредить нашему здоровью. Еще один часто задаваемый вопрос. Надо ли пасынковать? Да, надо пасынковать. И надо обрывать все пасынки до первой завязи. Но, так как помидор не скорослый, и мы прекрасно понимаем, что все наши плоды будут скоплены вот здесь. Вот эта верхушка, эта основа. То вначале я стараюсь оборвать все пасынки. Вот тут видно, пенечки остались. То есть обрываем все пасынки, даем возможность пешим кистям зацвестеть. И кто-то очень большой, тут уже помидорчик завязался. Дальше это уже не принципиально. Потому что вот уже вырос пасынок, пропущенный, но уже эта кисть будет вязаться. Эта кисть уже будет вязаться. Она уже большая, не принципиальная. В дальнейшем вы можете не регулировать рост вот этих вот цветочков. Потому что вдруг вспышка болезни, которая от нас не зависит, она связана с погодой. На погоду мы повлиять не можем. Поэтому эти цветы могут даже испортить погода даже и после опрыскивания. Следующие расцветут молодыми. То есть дальше я не регулирую рост именно низкорослых помидором. То есть не надо весь сезон ходить их общипывать. Общипали вначале. Ну пару раз пройти, потому что всегда не пропускаются. Леновенькие растут. Еще один такой важный момент, который относится к нашей зоне и к тем зонам, у кого летом наступает все-таки жара. Я свои помидоры накрываю сверху сеткой. И вот вопрос в чем заключается. Когда накрывать сеткой помидоры? Вот накрываем мы, несмотря на жару, первое время, вот чтобы они отцвели и завязались, я не накрываю. Им нужно много света, много тепла. И они спокойно это переносят. Вот когда они начнут уже вязаться, хорошо будут висеть они в помидорчике, мы натянем сетку. Затеняющую сетку. Помидорам не надо сильно затеняющая сетка. То есть достаточно затенения 40%. 30% раньше продавали. При 30% тоже замечательно оно росло. Но сейчас почему-то такого процента не продают. Самый минимальный 40%. Это отвлекаясь. Огурцам надо 60%. Поэтому помидорчики выдерживают. Тогда сетка тоже защищает от этих излишних испарений и делает наши помидоры более сильными. То есть когда их жарит солнце, иммунитет становится слабый и они более подвержены к болезням. То есть относимся к ним как к живым существам. И они отплатят нам хорошим урожаем. Вот все, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Оставайтесь с нашим каналом. Будем дальше продолжать ухаживать за разными растениями. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok